привет дорогие друзья сегодня суббота раннее утро а у меня уже приятные хлопоты о которых сегодня и пойдет речь видео как мне кажется будет в первую очередь интересно любителям старого лампового ретро магнитофон дайна люблю эту модель так случилось был у меня такой аппарат в детстве и вот однажды попался такой в продаже абсолютно новый я побежал купил и радуюсь до сих пор иногда включаю погружаясь в атмосферу шестидесятых семидесятых аппарат вот этот 72 года выпуска ламповая моно мне нравится а сегодня утром вот оно какое чудо у нас челябинске попался мне вот такой вот ламповый экземпляр я сегодня хочу поразмышлять на тему того какие шансы вернуть к жизни именно этот экземпляр рассмотрим его внимательно посмотрим какие у него проблемы можно ли с этим что-то сделать купил я его сегодня рано утром за 800 рублей вот такая она ребята цена радости цена счастья купил старую рухлить за 800 рублей и и вот оно счастье наступило давайте для начала рассмотрим что было куплено вот такие вот катушечки посмотрите в каком прекрасном состоянии вот это вот старинная катушка цена 65 коп что это значит 6 рублей 5 копеек или что а 65 коп наверное да ведь и рано встал мозги еще сопротивляются хотят спать а это вот стандартная свемовская катушечка тоже 15 размера что еще досталось мне вместе с аппаратом такая вот книжечка магнитофон дайна 1971 год то есть это более ранний более ранний экземпляр даже чем этот со схемой принципиальной хорошо когда вот с аппаратом идет документальное сопровождение хоть это и не так важно но приятно что еще значит вот такой вот пакет еще с двумя катушками рассмотрим их по очереди это у нас тасма лента магнитная 375 метров школьная 2 рубля 70 копеек а а 44 026 тип 6 написано одна хорошая сторона 1975 год прекрасно сохранился футляр что внутри вот кто умеет хорошо чужой почерк разбирать смотрите потому что я с трудом разбираюсь отдельные слова мне видно какой-то тут венский вальс суббота стоят девчонки слушайте я потом проверю еще не решил с вами сейчас проверю или потом за кадром уже если здесь интересная запись то сделаем в рубрике фанатека прослушивание данной пленочки вот она если конечно она еще сохранилась вот написано стереть раньше была культура надписей на ракордах люди писали надписи лично я надпись на ракордах не практикую и даже может быть правильно будет сказать не приветствую следующая катушка 15 что это за завод пока непонятно какой завод выпустил так написано первая сторона коллекция а коллекция ли чего франция песня вторая сторона шерфуртские зонтики и так далее день рождения один раз в году карандашом написано знаете люблю копаться вот в таких старинных вещах иногда такое интересное накапываешь наверное это футляр была цвема потому что катушечка свема тоже видно старая или тип 6 или тип 2 хиль такие вот надписи так что то еще там по моему были катушки да вот такие вот малюточки еще давайте рассмотрим вот такая вот 100 метров очка тип 2 от свемы 68 год татьяна иванова на первой стороне на 2 борис рубашкин фамилия рубашкина мне знакома кто такая татьяна иванова пока затрудняюсь так вот она какая малю . у нас какая хорошенькая вот так вот не покупаешь магнитофон и в наследство вместе с ним было попадается чья-то фонотека это ребята очень здорово и очень интересно так катушка 1-10 100 метров цена 45 копеек москва а 57 рассвет какие-то вот надписи с трудом которые лично я разбираю посмотрим что внутри ухты ухты какая интересная катушка такого цвета смотреться на магнитофоне будет интересно да слушайте одни только катушки порадовали уже и собственно магнитофон собственно магнитофон здесь по-другому устроено крепление крышки не так как у моего вот в таком вот ребята виде магнитофон не сказать что я доволен его внешним видом я доволен тем что сохранилась крышечка что стекло в порядке но все это конечно от времени в таком нуждается во внимании можно так наверное сказать это вот по моему переклеивали уже ну и если мы уж начали говорить про внешний вид у меня есть еще конкретные претензии и вместе с этим некоторая радость сейчас я вам покажу подробнее что я имею ввиду обратите внимание насколько плохо сохранилась фальш-панель она вот в каких-то тут вот трещинах как будто вот я даже не знаю как это прокомментировать но вам и так видно и крышка на клей что ли посажено ли она съемная не должна быть она съемная у этих моделей короче говоря фальш-панель это меня конкретно расстроила но а знаете что порадовало если вы меня смотрите постоянно помните в одном из предыдущих видео мне один товарищ прислал посылку с запчастями и там была фальш-панель на такую дайну то фальш-панель гораздо лучше сохранилась чем это поэтому насчет фальш-панели можно не переживать ее можно будет заменить что будем делать дальше я предлагаю снять фальш-панель и посмотреть в каком состоянии то что находится под фальш-панели 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 это часто бывает с очень старыми аппаратами состояние конечно у него после стольких лет ну просто плачевная но есть и плюсы мне попадались аппараты в более плохом состоянии что из плюсов пасек целый представляете целый как такое может быть не знаю но он целый что еще значит мне попадались аппараты у которых уже хана прижимному ролику здесь прижимной ролик еще вполне пригодный ну после некоторых процедур конечно восстановительных вполне пригодный вот это сюрприз приятный далее значит состояние головочки ну пока до конца конечно не понятно насколько она хорошо сохранилась но я вам хочу сказать что присутствуют все признаки того что с головкой с этой все в порядке это вот такие ключевые самые важные моменты мотор на месте комплектный остальное все можно сделать вот это вот критически важная деталь паразитный ролик я смотрю он тоже еще целый все конечно в очагах коррозии в таких вот небольших где-то жили насекомые по всей видимости это вот их последствия что ли их обитание этих насекомых это все ожидаемо вполне это все я вижу уже не в первый раз что я еще хотел о посмотрите а я думал это винтик лежит а это крепление да интересно тут организовано мне так еще не попадалось я вот что хотел посмотреть как-то странно фиксируется вот эта ручка она должна быть пожестче пожестче она как-то разболтана и она положение выключена вот это как-то странно не фиксирует толком поработать надо лампа индикатор так что у нас там это первая лампочка это вторая это третья самая горячая вот от нее от ее нагрева защита так здесь что у нас на стопе ха-ха-ха здесь должен был быть тросик по всей видимости какие-то манипуляции с аппаратом уже проводились и тросик был заменен на такую вот лесочку капроновую что ли но выглядит как леска выглядит как леска или это завода такие более ранние выходили а если вы знаете поправьте меня кнопочки я вам знаете наверное для сравнения достану еще одну дайну я покупал тоже в надежде что смогу восстановить но понял что не смогу так она у меня и лежит как донор лежит как донор сейчас я ее достану и покажу вам как еще хуже бывает когда еще хуже и так ребята вот он так называемый донор который я купил гораздо раньше по-моему в то время я еще не вел канал на ютюбе поэтому вам конечно еще не рассказывал о том что вот такой вот донор разбитый имеется у меня в загашнике покупал я этот аппарат рублей за 300 или за 350 почему-то у меня вот такая вот стоимость отложилась в сознании значит здесь еще не комплектен был он не хватало некоторых винтиков и я думаю что недостающие винтики мы с этого донора заберем то есть у меня все шансы ребята полностью восстановить аппарат который я сегодня купил вот я хотел вам показать когда бывает еще хуже смотрите в каком состоянии подкатушечники тут уже что-то вот вкручено вот как быть не должно а вот как быть должно посмотрите эти какая огромная разница потом вот я сегодня вам уже рассказал что я видел ролик который не способен уже работать я имел ввиду вот такой этому точно кирдык а вот этот этот я думаю что еще рабочий да головочка здесь тоже кирдык видно вам нет вот она какой-то пеленой покрыта и это пелена она уже никак ничем не стирается я пробовал разными средствами это как коррозия что ли ее покрыла короче говоря головочки тоже хана вот проще наверно сказать чему не хана вот по-другому здесь устроена да вот где этот динамик вот задняя такая шторка что ли назовем ее условно шторка здесь как будто из колготок или из носков что-то наделали непонятно тоже разбираться надо здесь вот так как оно должно быть вот вкратце как-то так друзья друзья но все-таки так любопытно насчет записей на катушках которые сегодня мне достались давайте мы хотя бы вкратце поставим хоть первые несколько минуток каждой катушки послушаем что же там записано и какого качества запись и начнем мы с вами вот с этой вот красивенькой малюточки заряжаем ленту и нажимаем пуск а одни страдания от той любви зачем вы девочки красивых любите одни страдания от той любви и и следующее ребята если кого-то заинтересовало пишите дайте мне знать тогда сделаем прослушивание для всех я сниму сделаю видео через рубрику фанатека мы их послушаем от корки до корки а а а а а а ПЕСНЯ 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 которые мы сейчас слушаем которую я сегодня купил и бывают версии транзисторные транзисторных я как-то смотрел в продаже достаточно много штук может быть 8 10 на тот момент я недавно смотрел было а вот ламповые попадаются реже но они более старше их меньше дожило до наших с вами которых мы пригласили в студию в таком случае приятным напоминанием о встрече с ними в концертном зале будет вот эта песня визитный так сказать эстрадного дуэта екатерина вячеслав троян лауреата всесоюзного конкурса артистов эстрады а 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 и 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 Вы узнали эту песню? Её перепевала Сандра. В общем, эта катушка тоже, наверное, интересная. Я так понимаю, здесь любительские записи с радиоточки или, может быть, с телевизора, или, может быть, отовсюду, откуда только можно люди записывали. Обожаю такие старинные записи слушать. Узнаю через них всякие новые вещи. Ну что, всё. Мы познакомились кратенько с каждой катушечкой. А на этом всё. Друзья, берегите свой магнитофон. Не давайте ему заржаветь. Застояться, закиснуть. Включайте, слушайте, радуйтесь. Радуйтесь. Благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Пока. Да, оловка убитая, конечно. Ну, ожил. Редактор субтитров А.Семкин